по состоянию на 29 октября. Из 152 котелин подан газ на 136 и запущены на отпуск тепла 94 котельных. В том числе районы котельные из 7, все 7 запущены. Из квартальных котелин, которые касаются КПТГО, 4 квартальных запущены на 4, пуск отпуска осуществляет 3 котельных. В связи с тем, что малая нагрузка и одну котельную не подключили, потому что одна котельная 10 квартала обслуживает в том числе и зону ответственности котельной 8 квартала. Запущены все 7 угольных котелин, которые находятся на балансе КПТГО. Также из малых котелин, из 122 пуск газа осуществлены на все котельные, подключены 75 на отпуск тепла. По обслуживающим котелин, которые находятся в аренде у КПТГО, из 5 подпущен газ на двоих и обе отпускают тепло. Из покупного тепла всего у нас 6 котелин запущены по газу, одна котельная пока не осуществляется отбор тепла. В первую очередь мы, конечно же, включили соцкульт-быт, это детские сады, школы, медицинские учреждения, и начато подключение жилых домов. Конечно же, с температурными условиями, многие дома, находящиеся на обслуживании у ОСМД, в управляющих компаниях, а также в кооперативах, по своему усмотрению принимают тепло или не принимают. Но котельные достаточно имеют мощностей для того, чтобы тепло поступало в дома. По факту, температурный режим котелин обеспечен по погодным условиям, приблизительно прогноз погоды таков, что на этой неделе еще два дня будет, то есть понедельник, вторник, в районе 19 градусов тепла днем. Однако к концу недели температура будет понижаться до 11 градусов днем. Поэтому мы надеемся, что большинство домов все-таки заберут тепло, и котельные выйдут на технологический режим работы, который позволит обеспечить стабильность работы вышеуказанных котелин.